Здравствуйте! Вести Хакасия на телеканале Россия в студии Елена Крылова. Прямо сейчас о главном к этому часу. Из двух претендентов одного на депутатское кресло в Хакасии выбрала «Фортуна» – прецедент в истории избирательной системы России. Как коммунальщики черногорцев закаляют все лето почти весь город без горячей воды, а теперь и отопление зимой под вопросом. Выглядит как карьер по документам ферма. В Хакасии добытчики глины увернулись от ответственности перед экологами. Сегодня впервые в истории избирательной системы России судьба двух кандидатов в депутаты решалась с помощью жеребьевки. По итогам прошедших в Хакасии выборов в парламент они набрали равное число голосов, а место всего одно. Согласно закону о выборах, решить дилемму должен был жеребий. Процедуру провели в Абаканской избирательной комиссии. Александр Семенов и Геннадий Цыпышев набрали по 1069 голосов. Это 21,89%. Раньше в подобной ситуации проводили второй тур выборов. Или отдавали победу по старшинству. В этот же раз положились на удачу каждого из кандидатов. Конверт с листком победитель вытянул Александр Семенов. Геннадий Цыпышев сразу после поражения от комментариев отказался. Вы что-то почувствовали? Почему вы выбрали именно тот конверт? Случайно? Волнение. Вообще переживали? Да, конечно. В первую очередь хотел бы сказать спасибо всем, кто оказал мне доверие, поддержку. Я считаю, что я оправдаю доверие. Добавим, что первая сессия нового шестого созыва депутатов Верховного Совета Хакасии состоится 18 сентября. В отличие от прошлых лет, народные избранники соберутся составом меньшим на треть, теперь их 50. Спикера республиканского парламента депутатам еще предстоит выбрать. И сегодня же в избиркоме состоялось подписание итоговых протоколов о результатах голосования в Хакасии. После окончательных подсчетов цифры изменились незначительно. Напомним, убедительную победу в выборах одержал Виктор Зимин. За него проголосовали более 63% избирателей. На выборах Верховный Совет Республики и 5% барьер, необходимый для прохождения в парламент, преодолели 4 партии из 8. На первом месте «Единая Россия» 46% голосов избирателей, на втором ЛДПР почти 17%. Третья КПРФ, за нее проголосовали 14,5% избирателей. Замыкают список коммунисты России, у них почти 7% голосов. Выборы признаны состоявшимися и действительными. В избирательную комиссию Республики Хакасия жалоб нарушений по итогам дня голосования не поступало. Поэтому результаты подвели, избранных определили, все избранные депутаты довольны. Остальные уже готовятся, наверное, к следующим выборам. Отопительный сезон в Черногорске под угрозой срыва. В ходе прокурорской проверки на энергоснабжающем предприятии «Теплосервис» выяснилось, котельные к началу сезона не готовы, ремонт в должном объеме не проводился. Кстати, коммунальные катаклизмы сотрясают город угольщиков регулярно. В течение лета тысячи горожан научились обходиться без горячей воды. А сегодня уже готовятся к наступающим холодам. Из Черногорска Анна Ахпашева. Справедливость утверждения о том, что трудности закаляют, черногорцы каждый год проверяют на себе. Общегородские коммунальные проблемы каждый решает поодиночке. Поэтому, к примеру, в магазинах бытовой техники стабильный спрос на тепло и водонагреватели. Я одна живу в квартире, а у нас воды в котельной постоянно нет горячей. Вот она. Все лето мы мучаемся. Греем этими кастрюльками, как говорится, не постирать, не помыться. Спрос-то очень высокий на них. Каждый третий покупатель приходится спрашивать их. Ну, потому что что-то у них постоянно. То воды горячей нет, и все, чего не будет. К тому, что еще чего-нибудь не будет в квартирах с приходом холодов, жители, похоже, уже морально готовы. Вот вы знаете, поскольку с горячей водой вот такие проблемы, вот я зиму лично жду с опасением. Подтверждают опасения горожан и выводы прокурорской проверки. ООО «Теплосервис» не имеет лицензии на осуществление деятельности, не заключены договоры страхования, не проведена аттестация работников. Но главное, на момент проверки никакой ремонт оборудования практически в каждой из пяти котельных не выполнялся. Обязать это сделать должен городской суд, куда прокуратура направила исковое заявление. Каким образом они будут осуществлять свою деятельность в отопительный сезон, мы будем тщательно и пристально следить. В случае срыва отопительного сезона предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная ответственность руководителю данного предприятия. Получить комментарий руководства ООО «Теплосервис» нам не удалось, начальство на месте не оказалось. Однако в администрации города нас заверили, ремонт на котельных ведется, подготовка к отопительному сезону началась. А прокурорское предписание об устранении нарушений, скорее всего, стимулирующий фактор, как гарантия того, что тепло в квартирах черногорцев к началу отопительного сезона все же появится. Анна Ахпашева, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Сайногорским адвокатам все же придется поработать над делом об аварии на Сайношушенской ГЭС. Городской суд отклонил их заявление об отводе. Напомним, накануне назначенные дополнительно по просьбе потерпевших бюджетные защитники подсудимых отказались принимать участие в слушаниях, ссылаясь на свою загруженность и этические принципы. Якобы они все в разное время консультировали родственников погибших. Однако суд такие доводы не посчитал существенными. На ознакомление с материалами адвокатам дали месяц. За это время они должны проработать более 1200 томов уголовного дела и 6 томов обвинительного заключения. Следующее заседание назначено на 8 октября. Новость, которую обсуждает без малого весь Абакан, грядущее отключение горячей воды. 16 сентября крупнейшая в республике ТЭЦ будет полностью остановлена. Причина этого присоединение к общей системе нового энергоблока. Конструкция призвана значительно увеличить мощность станции и, по мнению энергетиков, временные бытовые неудобства будут оправданы. Константин Кравцов расскажет, почему. Если бы не многочисленные трубы вокруг, можно подумать, что это бело-желтое здание – очередной торговый центр. Но это новый, четвертый по счету, энергоблок Абаканской ТЭЦ высотой с 20-ти этажный дом. На его строительство ушло полгода. Попадая внутрь, непосвященный вряд ли поймет сразу, что гигантская установка – котел для горячей воды. А это новая турбина Абаканской ТЭЦ. По оценке специалистов, она увеличит мощность станции на 30%. Сегодня здесь идет завершение ремонтных работ. При этом здание самого энергоблока готово подключиться к общей системе. Для этого необходимо соединить более 20 трубопроводов. И главная особенность – при монтажных работах станция должна быть полностью остановлена. Как следствие, горячей воды не станет во всем Абакане. Детские сады, школы, общепит, квартиры почувствуют все горожане. Впрочем, другого выхода, уверяют энергетики, просто нет. Потерпеть придется, ведь энергоблок дает городу надежды на перспективы, учитывая то, что сегодня ТЭЦ загружена более чем на 90%. Новый энергоблок будет мощностью 130 мегаватт и тепловой мощностью 85 гигакалорий. Что позволяет, во-первых, увеличить строительство жилых объектов на территории города Абакана. Не только жилых, а любых объектов на территории города Абакана. Мы не будем сдерживать рост любого строительства гражданского. Стоит также отметить, с фодом дополнительных мощностей энергия ТЭЦ будет направлена и в Абакан на черногорскую агломерацию. Например, в тот же технопарк, который будет состоять из ряда промышленных предприятий. При этом строительство самого блока изначально включено в агломерацию и на сегодня проект самый дорогой – более 10 миллиардов рублей. Запуск турбины назначен на первую половину 2014 года. Ну а нынешнее неудобство с остановкой водоснабжения обещают быть последними в этом году. Сроки отключения горячей воды по планам энергетиков с 16 по 24 сентября. Но вполне возможно, снабжение пустят раньше. В любом случае, специалисты Абаканской ТЭЦ советуют горожанам запастись терпением и не закидывать далеко теплые вещи. В ближайшие дни погода в Абакане обещает быть прохладной. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. В Ачинске задержана преступная группа, организовавшая торговлю людьми с последующим вовлечением в занятия проституцией. Преступная сеть действовала в Сибири на территории трёх регионов Красноярского края, Кемеровской области и Хакасии. Молодых девушек преступники вербовали в течение почти двух лет. Задержаны четверо мужчин, один из них сейчас под арестом, трое под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено. Дерзкое преступление в Абакане с витрины ломбарда мужчина украл лоток с золотом. Всё произошло по улице Володарского. В момент кражи продавец находилась за стойкой, но не смогла ничего сделать. Ущерб составил приблизительно 16 тысяч рублей. Полицейские разыскивают преступника. В Туве будут легально выращивать коноплю, причём в промышленных масштабах. А Минсельхоз России финансово поддержит в этом соседнюю республику. Существует 18 сортов конопли, которые можно официально выращивать в России. Для наркоманов эта трава интереса не представляет. В ней содержится менее 0,1% тетрагидроканабинола. Из конопли будут делать пеньку, масло и бумагу. Переработка сырья будет проходить в Краснодарском крае, где специально для этого построят целлюлозные комбинаты. Примечательно, что в ряде регионов уже развивается так называемое коноплеводство. Это Костромская, Пензенская области, Адыгея, теперь и Тува. Добавим, наркоконтроль России поддерживает выращивание технических сортов конопли. Аграрное предприятие «Союз» не будет привлечено к миллионному штрафу за ущерб экологии, заявляют специалисты Россельхознадзора по Хакасии. Напомним, в Стабаканском районе на арендуемой земле сельхозназначения аграрии развернули промышленный глиняный карьер. За незаконную добычу ресурсов надзорники выписали штраф в 20 тысяч рублей. Посчитать ущерб экологи не успели, предприниматели довольно технично увернулись, предоставив новый план, который предусматривает в этом месте водоем для разведения рыбы. Таким образом, 18 гектаров остаются в статусе земель сельхозназначения, но раскопки по закону допустимы для того, чтобы построить тот самый водоем. К слову, глину «Союз» поставляет на местный кирпичный завод. Больше 6,5 миллионов рублей дополнительно из фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступят в Хакасию в ближайшее время. Региональная программа равной возможности выиграла солидный грант – 21 миллион – на внедрение в республики так называемых инновационных технологий по реабилитации детей-инвалидов. Средства будут направляться в течение трех лет, на что пойдут первые миллионы, рассказывает Юлия Константинова. Владислав Черпаков – аутист с рождения, сейчас парнишке 16. Однако с таким сложным диагнозом он до сих пор без мамы или специалиста никуда. Даже самые простые бытовые навыки даются с трудом. Поэтому Елена Олеговна переживает за будущее сына. Я прекрасно понимаю, что мы не вечны. И мы должны, как родители, приложить все усилия к тому, чтобы по возможности своего ребёнка социализировать, хотя бы частично. На базе Республиканского дома-интерната такая работа уже ведётся. Три года назад Теремок выиграл грант на приобретение трактора, теплиц. Теперь даже самые проблемные воспитанники имеют представление о том, как посадить огород, когда надо собирать урожай, какие блюда можно приготовить, к примеру, из картофеля. Очень приятно им было, когда они этот урожай сами чистили картошку, жарили и здесь же кушали. Это для них потолок счастья. Так дети любят сами своими руками приготовить и покушать. Они никогда этого раньше не знали. Они приходили в столовую, в столовую уже всё готовенькое, они пришли, покушали и ушли. Они даже посуду за собой не мыли. Здесь они всему этому научились. А теперь смогут попытаться и жить самостоятельно. Почти миллион рублей в рамках региональной программы «Равные возможности» будет выделен на создание тренировочной квартиры. Полностью оснащённой всем необходимым от стола со стульями до современной бытовой техники. Компьютер, телевизор. То есть и вот дети уже старшего возраста, уже при выпуске из учреждения, будут там какое-то, конечно, при сопровождении социальных работников проживать. Технология будет рассчитана в течение двух-трёх месяцев. То есть самостоятельно будут готовить пищу, самостоятельно будут планировать своё ведение хозяйства, свой рабочий день. И, в общем-то, для того, чтобы часть детей, которые смогут жить самостоятельно в дальнейшем, были к этой жизни подготовлены. Планируется в рамках гранта выделить средства и на создание ресурсного центра по организации помощи с самого рождения малышей, на выездную бригаду по обследованию семьи с детьми-инвалидами, на отработку проекта кратковременного пребывания таких ребятишек в детском саду, в общем, на так называемые инновационные проекты, главная задача которых – создать разным детям равные возможности. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200, Хакасия. Прививочная кампания стартовала в Хакасии. В этом году по федеральной программе на месяц раньше, чем обычно, уже получены почти 145 тысяч доз противогриппозной вакцины Гриппол. Медики планируют охватить вакцинации треть жителей республики. Гриппол противодействует самым распространённым штаммам гриппа – А и Б. В 2009 году были летальные исходы. То есть может развиться заболевание, которое просто непредсказуемо может привести к летальному исходу. Такие, как менингиты, вызванные вирусом. Такие, как тяжёлые вирусные пневмонии, которые заканчиваются отёком лёгких и сердечной недостаточностью. Ну и многие другие серьёзные заболевания, с которыми очень трудно бороться, и которые тяжело переносятся больными. В Хакасию поступила и вакцина для детей Гриппол+. Она не может вызвать осложнений у ребёнка, а также имеет в своём составе иммуномодуляторы. Они способны защитить от других вирусных заболеваний. Чтобы поставить прививку от гриппа, нужно прийти в ближайшую больницу с паспортом и медицинским полисом. Вакцинация проводится бесплатно. Дни финансовой грамотности в образовательных учреждениях проходят в России по традиции в первую декаду сентября. Включается в акцию «Хакасия». В Усть-Абаканской школе один из уроков посвятили просмотру фильма об экономической и финансовой истории России. DVD-диски ученикам и педагогам подарили сотрудники компании «Суэк». Экономику как отдельный предмет современные школьники изучают лишь в специализированных классах старшего звена. Для большинства же учеников знакомство с основами этой науки проходит в рамках общества знания. Этого недостаточно, считают педагоги. Поэтому стараются вводить элементы экономики и в другие гуманитарные дисциплины. Материал специфический, требует особой подачи. Просмотр фильма – один из лучших вариантов. В таком формате и прошёл урок истории в девятом классе Усть-Абаканской школы. DVD-диски с эксклюзивными фильмами педагогам и ученикам подарили сотрудники компании «Суэк». Эти диски как раз проспонсированы «Суэком» через наш благотворительный фонд «Суэк-регионам». Основы финансовой грамотности через призму истории. То есть это то, как в позапрошлом веке развивалась финансово-экономическая система России. В фильме «Французский тренд» акцент делается на небольшой по историческим меркам отрезок времени начала XX века. Укладывается материал всего в 26 минут, но этого оказалось достаточным, чтобы вместить массу интересных фактов, главное – понятных школьникам. Этот фильм очень насыщен именно справками и разнообразностью. То есть есть и комментарии каких-то известных людей, есть именно черно-белые кадры, именно как это все происходило. Когда смотришь фильм, ты запоминаешь намного больше информации, чем когда ты читаешь это в учебнике. История общества – это только начальный же уровень, потом это все равно как вытекает в финансовую сферу, экономику и так далее. Конечно, было очень интересно познакомиться с историей страны, так углубленно, где описывались все такие тонкие операции с капиталами и так далее. Компания «Суэк» уделяет большое внимание образованию. Диски – яркое тому подтверждение. Круг пользователей электронных носителей ограничен. В первую очередь обладателями фильмов стали школы, которые расположены в территориях, где базируются предприятия «Суэк», в их числе и Усть-Абаканская. Огромная благодарность «Суэку» в том, что такие диски достались нам, потому что сотрудничаем не первый год, это экскурсии, это участие в проектах. И вот как благодарность за это нам такой подарок, потому что это настоящее методическое пособие для учителя. Наталья Громашова, Сергей Казмин, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. И у меня на этом все новости. Смотрите нас завтра.